Пока что нет. Слишком много времени прошло с тех пор. Но как здесь красиво! Этой Фазенде больше ста лет. Когда-то здесь жили плантаторы и рабы. Сегодня это комплекс отдыха и релакса, где часть комнат сдают туристам, которые хотят ощутить себя богачами из прошлого. Тут сохранили атмосферу былых времен, интерьер, старинную мебель. А еще есть породистые скакуны и коллекция ретро-машин. Все это гордость хозяина Фазенды. Дона Паула. Дмитрий? Да. Очень приятно познакомиться с вами. Я поражен, насколько молодо вы выглядите. Многие наши соседи помнят, как они участвовали в массовке во время съемок сериала. А еще к нам часто приезжают гости из Восточной Европы. Именно потому, что здесь снималась рабыня из аура. Вы должны быть благодарны и понимать, что благодаря аутселе вы деньги зарабатываете сегодня. Спасибо. Если не секрет, сколько вы заработали на айзауре? Ноль. Как так? За продажу сериала в другие страны мне ничего не заплатили. А за съемки я, конечно, получала зарплату. Примерно две тысячи долларов в месяц. И еще столько же мне платили в театре. И это в 1976 году. Тогда я считала себя очень богатой. И через пару лет даже купила небольшую квартиру. Класс. Но хватит болтать, я уже очень проголодалась. Слушаюсь. Мы хотим воспользоваться вашей фазендой как кухней. Потому что мы сегодня с ауцелей устраиваем кулинарный батл. Я готовлю наш борщ, а ауцеля готовит бразильский борщ. Разрешаете? Это большая честь для меня. Дон Пауэлл уведет нас на старинную кухню. Где когда-то рабы готовили еду своим хозяевам. А сегодня здесь будет хозяйничать мировая знаменитость. Рассказывайте, что вы делаете. Я смотрю, моете свеклу, правильно. Знаете, как мы на украинском называем свеклу? Буряк. 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 Скажите, а у вас сегодня есть домработница? Нет. Постоянной прислуги нет. У меня на зарплате только садовник. Иногда еще приходит человек, чтобы убрать в доме и помыть окна. А повар? Я читал, что у вас личный повар. Раньше у меня действительно был свой повар. Он готовил для меня 20 лет. Он просто гений простой и полезной еды. И многому меня научил. Но сейчас он занялся своим делом. Мы поддерживаем дружеские отношения. Так, бросаем в кастрюлю три свеклы. Итак, друзья, рецепт у Селли Сантос. Берете три свеклы. Наливаете где-то 2-2,5 литра воды. Бросаете три головки чеснока и одну чайную ложку соли. И все это нужно довести до кипения, да? Ага. Теперь я быстренько нарезаю все компоненты для своего борщика. Вы любите, когда мужчины готовят? Я считаю, что мужчины – это лучшие повара. Особенно, если они готовят для меня. Вот, Коля, мы уже про мужчин заговорили. Можно на тему мужчин говорить с вами? Ваших мужчин? Нет, тема моей личной жизни закрыта для всех. В конце концов, мои мужчины тоже не хотят, чтобы я рассказывала о них на весь мир. Единственный мужчина, роман с которым у Селли не скрывала – Джон Нэшлинг, известный дирижер и композитор. Но их звездный брак продлился всего 4 года. После развода главным человеком в своей жизни она называла сына Петро, который тоже работает в киноиндустрии. Полтора года назад у актрисы родилась внучка Каролина. Но звездная бабушка старательно оберегает семью от внимания журналистов. Я знаю, что вы были участницей проекта международного «Танцы со звездами». Я тоже участвовал в «Танцевал». Ты тоже танцевал? Да. Расскажите про свое участие. Как у вас прошел этот опыт? Когда меня пригласили, я с радостью согласилась. Я обожаю танцевать. Но когда начались тренировки, я поняла, что это сумасшествие. Я привыкла к любому делу относиться серьезно. Репетировала часами. И в итоге повредила колени. И все это под постоянным прицелом телекамер. Это вся жизнь в прямом эфире, фактически. Это не каждый выдержит. Я тоже согласился, думал, что это будет развлечение. Я никогда в жизни не танцевал. И оказалось, что это не так-то просто. И действительно, я корявенько танцевал. и судьи меня так и называли дерево прямом эфире были скандалы ругань судьями вся страна в комментариях меня ругала и говорила позор 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 как ты плохо танцуешь вы согласились танцевать 57 лет не каждый пойдет в 20 лет потому что это действительно изматывающе физически это был большой сюрприз для всех я впервые за много лет появилась на телеэкранах и да еще и в таком проекте мое возвращение вызвало очень большой резонанс в обществе почему вы пропали телевидение на длительный период из-за студии globo они задолжали мне большую сумму денег но вместо того чтобы выплатить их мне они вообще перестали приглашать меня на съемки много не вам должны они должны мне деньги за продажу картин своим участием за рубеж и за использование моего образа в течение 40 лет но им было проще закрыть передо мной все двери студия globo главный бразильский телеканал и крупнейший в бразилии производитель сериалов фабрика грез куда стремится попасть каждый бразильский актер там загораются самые яркие кинозвезды и также быстро прощаются со славой те кто решает пойти против системы как вы справились с этой бедой с этой проблемой это действительно большая проблема для артиста когда главный телеканал телеканал монополист по сути берет и закрывает тебе что вы теперь делаете отчасти я сама в этом виновата много лет я не боролась за справедливость не отстаивала свои права я не хотела ссориться они все это время продавали сериалы с моим участием и клали деньги себе в карман я надеялась что вот-вот мне дадут новую роль вот-вот позовут в новый проект но время шло а мой телефон по-прежнему молчал с начала я очень злилась потом пережила долгий тяжелый период депрессии в конце концов я наняла адвоката чтобы он помог добиться справедливости но пока эта история ничем не закончилась раньше для меня это была трагедия вселенского масштаба но теперь понимаю что я ничего не добьюсь я пытаюсь хотя бы поменять свое отношение к этому самое обидное в том что зрители которые меня помнят и любят думают что я прекратила сниматься добровольно что это было мое решение как справиться с этим стрессом когда тебя известную актрису все начинают вдруг игнорировать и не платят тебе твои деньги я приняла буддизм и это разделило мою жизнь на до и после мне очень близка эта религия я много медитирую и учусь смотреть на все происходящее другими глазами возможно небеса посылают мне это испытание за грехи в прошлой жизни а может быть эти деньги кому-то сейчас нужнее чем мне все что мне должны я мысленно отправляю в космос пусть мироздание распорядиться ими на свое усмотрение за какие деньги вы тогда живете я играю в театре получаю зарплату за ее мастер-классы учу других людей но по сравнению с доходами в киноиндустрии это конечно смешные деньги можно хотя бы примерно прикинуть сколько они вам должны мне даже сложно представить эту сумму вы очень сильный человек я изменяюсь на секундочку отвлечемся от от разговора потому что у нас готова зажарка вот и мы прямо высыпаем эту зажарку в кастрюлю в которой картофель вот селесантос теперь самое самое главное капуста подай пожалуйста мою кастрюлю есть о борщик у селесантос держите а теперь мне нужен блендер вы всегда взбиваете его еще дополнительно главный секрет борща от моей мамы вы спрашивали меня зачем я сахар покупал в супермаркете берем сахар раз проверю у вас это мелкий сахар такой нет сахара тем не менее мы берем буквально одну чайную ложку у нас чайной нету мы берем поэтому столовую маленькую бросаем сейчас доводим до кипения и снимаем с огня все давайте я придержу если будет взрыв моя белая рубашка это выдержит что друзья такой борщик не хотите попробовать борщ в блендере борь без картошки без капусты только со свеклой борщ от суперзвезды бразильского кино вот как красиво слушайте он как земляничное пюре выглядит просто фантастика очень любитно выглядит хорошо но я хочу попробовать отлично маловато имбиря но все равно вкусно и теперь немного сметаны какая красота фантастика давайте мой быстренько спасать потому что сейчас переварится и все горячо как же здесь горячо о как красиво наш борщ и бразильский борщ тем временем мы сервируем стол на природе ну 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 попробуем попробуем чем я могу сделать свое резюме друзья это фантастика усилия сантос гениальный повар а и как бы это назвать этого представьте вы едите борщ но он густой и он по консистенции как пюре и он при этом похож на борщ но при этом отличается это такой свекольный суп пюре очень классный после сантос вот я уверен что сейчас этот рецепт сегодня же захотят повторить миллионы наших телезрительниц вы можете тоже обратиться к ним вас сейчас смотрят все наши зрительницы мне кажется я не имею права учить украинцев готовить борщ я могу только порекомендовать класть туда побольше чеснока и имбиря а теперь пришло время попробовать наш украинский борщ сметанку еще усилия это конечно совсем другое блюдо это другой мир другая культура очень насыщенный питатель и молочина спасибо очень вкусно напиши мне пожалуйста рецепт я буду готовить здесь борщ для туристов мама теперь твой борщ будет готовить после сантос попробовав украинский борщ усилия сантос настояла на продолжение обмена кулинарной